Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы проведем эксперимент. Посмотрим, что может произойти с глазом, если посмотреть в бинокль на солнце. Поехали! Прежде чем мы начнем, друзья, напоминаем, что на нашем канале вы можете найти огромное количество видеороликов как на тему выбора оптических приборов, то есть тесты различных моделей монокуляров, биноклей, телескопов и микроскопов, так и общие информационные ролики на тему биологии и астрономии. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на канале. Я надеюсь, вам будет интересно. Также не забываем, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине Observer-msk.ru. Приобретайте оптику-сабсервер по самым выгодным ценам. Ну и в описании же вы найдете ссылку на наш инстаграм-аккаунт. Море интересных постов. Переходите, подписывайтесь, не пожалеете. Наверное, многие из нас слышали шутку о том, что в телескоп или в бинокль на солнце можно посмотреть лишь два раза. Левым и правым глазом. Конечно же, в этой шутке есть доля правды. Если посмотреть на солнце в оптический прибор без специальных средств защиты, таких как, например, специализированный солнечный фильтр, перекрывающий около 99 с лишним процентов всего поступающего от нашего светила света, то, безусловно, вы повредите свое зрение. Об этом не забывают упоминать и все производители оптики в инструкциях по эксплуатации к своим изделиям. Внимание, не смотрите на солнце. Конечно же, нам понятно, что делать этого не стоит, но вот что случится с глазом, если все-таки это сделать, это, конечно же, любопытно. Сегодня мы проведем такой эксперимент, направим бинокль на солнце и посмотрим, какой силы луч мы получим на выходе из окуляра. Поможет нам в этом один из участников команды Апсервер Олег. Знакомьтесь, это гипсовая голова Олег. Именно он будет сегодня смотреть бинокль на солнце и испытывать свое зрение на фотоустойчивость. Для этого мы оснастили Олега максимально достоверными муляжами глаз из воздушных шариков и подобрали подходящий под его особенности зрение бинокль. Брессер Хантер 824 на 50. Проведение подобного опыта оказалось сопряжено с несколькими сложностями. Во-первых, достаточно сложно навести бинокль на солнце, несмотря в окуляры, чтобы самому не стать объектом опыта вперед Олега. С этой задачей мы справились с помощью простой бумаги, поднесенной к окуляру на расстояние выноса зрачка. Так она будет выступать в качестве экрана, а бинокль же действует как проектор. Вы сможете увидеть уменьшенную копию картинки, получаемой прибором, не поднося его к глазам. Во-вторых, облачная погода Санкт-Петербурга длительное время выпускала солнце из-за облаков лишь на несколько секунд, которых было недостаточно для нагрева нашего подопытного. Лишь спустя 20-30 минут нам удалось поймать светило в объектив бинокля на существенный промежуток времени. В течение первых 20 секунд прямого воздействия луча от прибора на глаза Олега никакой реакции не было. Однако затем шарик стал сильно дымиться, все участники эксперимента замерли в ожидании взрывной развязки. Тем не менее, эффектного взрыва не произошло. Глаз просто начал быстро уменьшаться в размерах и, по всей видимости, солнце прожгло несколько микроотверстий, пропускающих воздух. То же самое случилось и со вторым глазом. Дым, уменьшение в размерах и, судя по всему, необходимость врачебного вмешательства с целью восстановления зрительных функций. Несмотря на то, что мы рассчитывали на более яркую реакцию, зрение Олега все равно заметно испортилось. Глазные яблоки стали выглядеть существенно хуже. Сравните, как было до и как стало после. Не хотел бы я быть на месте этого парня. Итак, друзья, мы с вами посмотрели, что может произойти с муляжом глаза из воздушного шарика, надутого не полностью. То есть там, где резиновая стенка достаточно плотная. Давайте попробуем надуть такой же шарик до конца и посмотрим, что произойдет с ним при поднесении к биноклю, направленному на солнце. Стоило нам лишь поднести муляж гигантского глаза под прямой сфокусированный луч из окуляра бинокля, тут же, буквально через секунду происходит... Делаем глубоко научный вывод. Чем больше глазное яблоко, тем опаснее смотреть в оптический прибор на солнце. Что ж, друзья, как мы с вами убедились в ходе сегодняшнего теста, смотреть на солнце в телескоп или бинокль это действительно не самая хорошая идея. Наш сегодняшний эксперимент был, конечно же, скорее любительским. Однако несколько лет назад американский астроном Марк Томпсон провел аналогичный опыт, но использовал он не муляж, а самый настоящий свиной глаз в своем опыте, который он поднес к 80-миллиметровому рефрактору с увеличением 50 крат, направленному на солнце. В течение первых 20 секунд особого эффекта не было, но после этого он начал дымиться, и через 40 секунд от начала опыта Марк убрал глаз от телескопа. После этого Марк провел препарацию, то есть он рассек свиной глаз и посмотрел, насколько же глубокие повреждения от солнечного луча, прошедшего через телескоп. Нужно отметить, что хрусталик был поражен полностью и были поражены даже глубинные структуры глаза. То есть если предположить, что живой человек посмотрел бы в этот телескоп, который участвовал в опыте, конечно же он остался бы без зрения. Поэтому, друзья, предупредим еще раз, смотреть на солнце в любой оптический прибор крайне небезопасно. Это можно делать лишь только в том случае, если вы используете дополнительные фильтры, специализированные для наблюдения солнца. Кстати, такие фильтры есть и в ассортименте нашего магазина. С помощью них вы сможете наблюдать солнечные пятна, прохождение планет по диску нашего светила и многие другие интересные элементы нашей звезды. Что ж, друзья, я надеюсь вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на нем. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или вы что-то хотите высказать по теме нашего сегодняшнего ролика, обязательно все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться и делиться информацией. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok